В эфире итоговая информационная программа в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Июнь – пора выпускных. Большие чиновники попадаются на мелких взятках. И в Рязанской области в эти дни изучают небо Родины. В Рязанской области в эти дни изучают небо Родины. Это название семинара для активистов авиапоиска, которые ищут места падения боевых самолетов Великой Отечественной и устанавливают имена летчиков, пропавших без вести. Несмотря на то, что события Великой Отечественной войны ушли довольно далеко, их отголоски доносятся до нас до сих пор сквозь толщу прошедших лет. Каждый год отряды поисковиков, проводя исследования в местах сражений и крушений самолетов, проделывают огромную важную работу, внося в историю новые имена и факты. В Захаровском районе в октябре 1941 года потерпел крушение бомбардировщик ДБ-3А. По предположению специалистов, на этом самолете выполнял боевое задание экипаж лейтенанта Александра Колодкина. Сам летчик остался жив, остальные члены экипажа погибли. Найти номерные детали, подтвердить или опровергнуть эту версию предстоит поисковым отрядам, прибывшим из 15 регионов страны на межрегиональный семинар практикум организаторов авиапоиска времен Великой Отечественной войны «Небо Родины». На сегодняшний день мы достали и нашли номера двух двигателей моторов М87, которые как раз стояли на данном типе машины ДБ-3А. И самое главное, что по перечню приказа 23 августа 1941 года, перечень моторов, которые находились в 40-й дивизии, эти оба мотора значатся за номером самолетов, на котором именно погиб экипаж Колодкина. Но в акте списания самолета, который здесь погиб, номера двигателя указаны другие. То есть, по большому счету, нам надо привести еще небольшую исследовательскую работу, чтобы точно сказать уже 100%, ну почти 99%, что это действительно машина, погибшая 17 октября 1941 года. Место крушения дальнего бомбардировщика ДБ-3А 29 июня посетили спецпредставитель президента Российской Федерации Сергей Иванов и глава региона Николай Любимов. Там они ознакомились с методикой ведения поисковых работ в районах падения самолетов времен Великой Отечественной войны. Активисты проекта «Небо Родины» проинформировали гостей об уже сделанных находках. Среди них не только фрагменты самолета, но и останки двух человек. Сейчас ребята, здесь пили, это обшивка крыла. Самое главное, ребят, давайте, может, снимаем, когда обшивка. Начинаете тогда. Снимать? Да. Среди, как раз под ней, пошли останки. Это как раз здесь, и оно очень много накладывается на ту легенду, которую рассказывают местные жители о том, что когда самолет упал, они сюда пришли и видели. Давай тогда посмотрим. Эти группы поедутся, да? Они их собрали, и они сюда находятся в местном воде. Специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов поблагодарил поисковиков за ту нелегкую, но важную работу, которую они ведут год за годом. И отметил, что не раз ему приходилось присутствовать при работе поисковых отрядов, и каждый раз его буквально переполняют эмоции. Из 85 регионов России, в 81 уже есть свое региональное поисковое движение. Ребята, девчонки, а иногда и опытные люди, уже умудренные, сединами даже. Вместо того, чтобы отпуск проводить где-то на пляже, на курорте, выезжают на места боев, продолжают эту очень нужную, очень благородную работу. И я им за это очень признательно благодарен, я думаю, как подавляющее большинство россиян. А глава региона Николай Любимов, в свою очередь, отметил, что областные власти заинтересованы в развитии поискового движения и готовы оказывать поддержку в этом вопросе. Это выделение техники, необходимая помощь в организации питания, вообще в организации мест для поисковой работы. Но у нас пока еще, как мне недавно совсем стало известно, вахт памяти своих полноценных не было. Сегодня, наверное, можно сказать, первая такая вахта памяти. И спасибо всем, кто приехал из других регионов, нашим поисковикам помогать. Я думаю, что тот центр организации поискового движения, который у нас создан, объединяет он 9 отрядов, он как раз сможет и здесь у нас не только ездить, это тоже надо делать на другие области, но и здесь организовывать вахты памяти. Мы стараемся провести вахту памяти в Рязанской области, следующую уже в этом году. Мы сейчас только что с ребятами об этом поговорили, потом предметно обсудим, как это сделать, чем им помочь. Будем это движение обязательно развивать здесь у нас, в Рязанской области. В ходе встречи Сергея Иванова и Николая Любимова с представителями поисковых отрядов страны обсуждалось множество вопросов. В их числе перевозка останков бойцов к местам захоронения на родине, проведение поисковых работ при строительстве дорог, а также на особо охраняемых территориях. Также в рамках встречи состоялась торжественная церемония передачи фрагментов самолета-бомбардировщика, найденного ранее активистами проекта «Небо Родины» в Смоленской области, в Дягилевский музей дальней авиации. Одним из членов экипажа этого самолета был уроженец Рязанской области Михаил Селиверстов. Его родственников не удалось разыскать поисковикам, но информация о бойце теперь будет храниться в региональном музее дальней авиации. Свою вину по всем эпизодам предъявленного обвинения признала бывший главный архитектор Рязани Наталья Хребутова. Первое судебное заседание состоялось в среду. Хребутова обвиняет в четырех эпизодах получения взятки в значительном, крупном и особо крупном размере. Занимая должность начальника управления градостроительства и архитектуры, она не раз получала от директора одной из крупных рязанских строительных компаний взятки в виде оплаты авиабилетов на курорты Таиланда и Турции. Общая сумма предполагаемых взяток превысила 2,5 миллиона рублей. Заплатить за отдых Натальи Хребутовой все же придется. Теперь ей грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Июнь – это время окончания выпускных экзаменов и выхода во взрослую жизнь вчерашних школьников. «Золотое наследие Рязани» – такое название носит ежегодный торжественный прием, на котором участвуются лучшие выпускники города. Золотые медалисты, победители и призеры Олимпиад, а также выпускники, достигшие высоких успехов в спорте, творчестве и общественной деятельности. Лучших выпускников рязанских школ сегодня чествовали в администрации города. Всего 34 человека. Лауреаты различных премий, победители спортивных соревнований и творческих конкурсов, а 21 выпускник получил 100 баллов на едином госэкзамене. Но все, как один, повторяют – на достигнутом останавливаться не будут. Большое воодушевление дает то, что впереди много всего. И институт, а потом еще дальше как-то поработать надо будет. Так что, я думаю, не очень грустно так очередной жизненный этап. Но впереди еще столько всего. Это прям дух захватывает. Это раскрывающийся перспектив. Мечтаю стать педагогом начальных классов и английского языка. И моя сейчас цель на данный момент – это поступить в наш Рязанский государственный университет имени Сергея Есенина. Как раз-таки на эту специальность. Ну и в знак благодарности своей школе, которая дала мне 11 лет тепла, заботы. Научила меня, что хорошо, что плохо. Научила меня дружить. Дала много знаний, которые мне помогли при сдаче единого государственного экзамена. И в благодарной школе я, конечно, бы вернулась туда работать. Выпускников наградили памятными подарками от администрации города. Благодарственные письма получили и их родители. Также в администрации отметили вклад директоров школ в развитие городской системы образования. Выпускные на этой неделе прошли не только в школах, но и в высших учебных заведениях. Наверное, одним из самых ярких является праздник в Академии в Синроссии. Выпускники здесь получают не только дипломы, но и очередное офицерское звание. Прощаются не просто с учебным заведением, а с местом, где они начали свою службу и решили носить погоны. Поэтому выпускной день здесь смеются и плачут, соблюдают торжественные традиции, а порой решаются и на судьбоносные поступки. Слезы радости и одновременно грусти. За пять лет однокурсники стали настоящими друзьями. Служба сплотила их в настоящий коллектив. И настал день, когда приходится говорить «до свидания». В Академии учатся молодые люди со всей страны. Но расстаются сегодня не все. Катя сказала Денису да. Планов перенаправиться после свадьбы и вместе служить в Самаре. В Самарской области. Готовы в Самару ехать? Конечно. А ты откуда? С республики Бушкортостан. Торжественное построение. На этом плацу уже последнее. Вручение дипломов, званий лейтенантов внутренней службы. В этом году из Академии выпустились 260 молодых сотрудников уголовно-исполнительной системы. Безусловно, вы будете вспоминать на годы курсантские, как настоящее, чего вы жили. У выпускников позади пять лет нарядов, марш-бросков, учений. О расслабленной студенческой жизни они знают мало. Но суровые будни курсанта сегодня закончились. В воздух летят монеты, лепестки роз, фуражки. Такое на плацу творить можно только один раз. Потому что это все. Команда! Шот! И все! Несмотря на трудности этих лет, все как один сегодня повторяют. О своем выборе учебного заведения не жалеют. Очень все было тяжело, но мы с гордостью принесли это знамя труда. И вот выпустились. Тяжело в учебниках в бою. Непередаваемые эмоции пять лет к этому шли. Очень рады. Мы уже все, уже все. Просто понимаем то, что может быть никого я уже никогда не увижу. Котет пролетят, вы даже не заметите, честное слово. Такова традиция. Из одного большого бокала шампанское пьет вся группа. Пять, три, один, всех! Пару! А командир группы этот бокал разбивает прямо на плацу. Ура! Это очень древняя традиция на самом деле. Выпускники пьют из бокала по очереди. Командир допивает, разбивает бокал, собираем кусочки. И через 10 лет мы должны встретиться и склеить этот бокал. По традиции на плацу и танцуют. Лесгинку. У мельцев здесь много. Кабардино-Балкария, Республика Дагестан, Чечня, Адыгея. Молодые люди встретятся теперь только уже на встрече выпускников. И поэтому танцуют от души. АПЛОДИСМЕНТЫ Такими танцами, традициями и раздеванием шампанского заканчивается официальная часть выпуска Академии ФСИН России. АПЛОДИСМЕНТЫ Рязанский государственный радиотехнический университет создает инновационный потенциал Рязани и широко известен за ее пределами. В этом году он вошел в топ-100 лучших вузов по версии Европейской научно-промышленной палаты. Всего в рейтинге приняли участие более 2000 университетов из разных стран мира. Высокое качество подготовки подтвердили выпускники вуза. Многие из них сегодня получают красный диплом. Ну вообще в целом у нас ежегодный выпуск составляет около 900 тысяч человек. И вот в этом году у нас из них около 300 человек получают красный диплом. Тут в основном все зависит от усердия самих студентов, которые работают каждый год, каждый день, каждый месяц, не покладая рук. Очень волнительно. И когда ты именно его берешь уже в руки, уже понимаешь, что все, этот долгий, сложный путь закончился и достиг такого высокого и хорошего результата. Сейчас уже выдохнули, поэтому, может быть, проще сказать, что не очень сложно. А так, на самом деле, нужно стараться и трудиться. Благодаря активной научной работе Рязанский государственный радиотехнический университет в этом году стал лучшим вузом региона в сфере изобретательской и рационализаторской деятельности, а также стал обладателем диплома первой степени Всероссийского конкурса за вклад в развитие интеллектуальной собственности. Однако останавливаться на достигнутом будущие инженеры и программисты не привыкли. Приумножить свои знания многие из выпускников захотели в магистратуре. Уровневое обучение подразумевает многоэтапность, подразумевает продолжение обучения. И я, естественным образом, рассчитываю, что вы в качестве второго уровня выберете магистратуру в стенах уже родного для вас университета. Помимо дипломов, каждый из выпускников Рязанского государственного радиотехнического университета может получить европейское приложение к диплому. Оно позволяет продолжить обучение за границей с перезачетом ряда дисциплин, а также устроиться на работу за границей или в иностранной компании, имеющей представительство в России по ускоренной процедуре присвоения квалификации. Таким образом, перед выпускниками вуза открыты буквально все двери. Не скрываю, у нас были предложения прямо на защитах выпускных работ, когда представители компании просто уже официально предлагали место трудоустройства. Некоторые даже выбирали уже, имели такую возможность. Собираюсь свою дальнейшую деятельность связать с Рязанским нефтезаводом. То есть собираюсь туда устраиваться. Уже есть предложения, да, и поэтому уже фактически через пару недель трудоустройство. Сейчас в Рязанском государственном радиотехническом университете ведется прием абитуриентов. Бюджетные места предусмотрены на четырех факультетах. Приятным бонусом для молодых людей станет единственное в Рязани военная кафедра, прохождение которой позволяет получить звание офицера или солдата запаса. Стоит отметить, что получить качественное образование здесь могут как представители технических специальностей, так и будущие экономисты и управленцы. В среду с самого утра в центре города было парализовано движение автотранспорта. Стояли в пробках почти до обеда. Причиной такого коллапса стала яма, провалившаяся в очередной раз асфальт. Случай этот не первый. И почему в городе земля буквально уходит из-под ног, пыталась выяснить Ирина Ковалева. Карусель, карусель, это радость для нас, прокачиваться на нашей карусели. Вот такая карусель ждала всех, кто пытался в эту среду проехать через дорогу, проходящую вдоль Кремлевского вала. К сожалению, знаки, сообщающие о невозможности проезда по этому участку дороги, установлены не были. И как результат, возмущенным автомобилистам приходилось разворачиваться и утыкаться в огромные пробки. Образовавшиеся в центре города. А причиной всех транспортных проблем явился провал, который образовался в районе Кремлевского вала вечером 27 июня. Уже тогда сотрудниками ГИБДД было перекрыто движение, а на место аварии выехала оперативная бригада водоканала. Специалисты определили, что провал асфальтного покрытия связан с разрушением канализационного коллектора. После чего они немедленно приступили к выполнению работ по устранению аварии. Работы проводились круглосуточно. Обеспечена перекачка стоков в соседний канализационный коллектор, который обеспечивает предотвращение излива данных стоков. Также на данный момент вы можете обратить внимание, что участок аварийного коллектора длиной 6 метров уже заменен. Работа проводится по его герметизации. Яма огромных размеров заставила не только автолюбителей, но и пешеходов менять свой маршрут. Ведь в день, когда произошла авария, сотрудники водоканала предупредили жителей города, что существует опасность обрушения и тротуаров. Нет, сейчас такой опасности не существует. Вчера это было связано с тем, что в котловании находилась вода, которая подмывала немного под асфальтом, образовывались каверны. Поэтому была вероятность обрушения асфальтового покрытия в прилегающей территории. Но все это было откачано, перекрыто, организована перекачка. Поэтому на данный момент котлован сухой. 28 июня с обеда началась подготовка котлована к засыпке и восстановлению асфальтного покрытия. Все работы планировалось закончить к вечеру этого дня. Кроме того, сотрудники водоканала отметили, что данная авария никак не отразилась на водоснабжении и водоотведении потребителей. Также они отметили, что пока не могут назвать точные причины, по которой был поврежден коллектор. Сейчас планируется проведение внутреннего расследования. И уже в соответствии с его результатами будет принято решение о необходимости дальнейших работ по замене аварийных участков коллектора, если таковые будут выявлены. А пока автомобилистам остается надеяться и верить в лучшее. Глядя на размеры и глубину этого провала, становится страшно ездить по улицам города. Получается, никто из нас не застрахован от того, что в любой момент земля, а точнее асфальт в буквальном смысле этого слова уйдет из-под колес. Обрушение асфальта и образование довольно глубоких ям в нашем городе происходит не впервые. И то, что в этот раз никто не пострадал – счастливая случайность. А вот гарантий, что данная ситуация не повторится, к сожалению, нет. Жара, москитные сетки и невнимательность взрослых – вот основные причины трагедии, которые каждый день происходят по всей России. Иногда несчастный случай заканчивается гибелью детей. Так случилось во вторник в Рязани. Из окна выпала и погибла трехлетняя девочка. На этой солнечной детской площадке настроение сегодня тяжелое. В этот двор больше не выйдет и не поиграет с другими детьми их соседка. Никогда. Накануне вечером трехлетняя девочка упала из окна 12 этажа. Ребенок скончался на месте. Мы были дома с ребенком. Когда мы вышли на балкон, мы уже увидели результат. То есть ребенок лежал и рядом мама. Соответственно, полиция, реанимация. То есть было страшно. Ребенок остался дома один на какое-то время и подставил стул из балкона. Видно, перевесилась или как-то. И вот упала. По слухам говорят, что, возможно, оставшиеся дети звали ребенка, который был дома, гулять и, соответственно, поэтому упал. Но это только слухи. Каким образом трехлетний ребенок смог забраться на окно балкона, остается неясным. Одно понятно точно. В это время она была совсем одна. Без присмотра родителей. По предварительным данным, присматривавшая в этот день за девочкой ее родная тетя, оставила племянницу в квартире одну на непродолжительное время. Однако этого хватило, чтобы ребенок зашел на балкон, забрался на стол и перегнулся через балконные перила. Жена эта... Не знала она, чтобы на балкон будет дети смотреть. Малышка выпала с 12 этажа. Окна выходят во двор. Небольшой участок газона и маленький цветник. Сюда она приземлилась. Потрясенные случившимся соседи. И чудо приезда медиков пытались оказать девочке первую помощь. Шансов на жизнь с такой высоты у нее не было. Мы подбежали к этой девочке, которая уже лежит. Она была еще в сознании. То есть буквально она у нее прям белеет и белеет. И две минуты, естественно, глаза у нее закатываются, она отключается. Семья, можно сказать, она как бы не русская, да? Ну, у них дети очень аккуратные, то есть чистые, постоянно такие. Но дело в том, что они постоянно гуляют одни. Увы, не редкость. Приоткрытое окно. Недосмотры родителей и считанные шаги до беды. Зачастую трагедии можно было бы избежать, если бы малышей не оставляли без присмотра. За последнюю неделю по всей России произошло 16 несчастных случаев. А в регионе с начала года из окон выпали 8 детей. Дело в том, что так называемые москитные сетки, которые устанавливаются в проемах окон, они таят в себе действительно серьезную опасность, которую дети и родители недооценивают. Для ребенка вот эта сетка, она создает иллюзию защищенности. Дети в силу своей природной любозательности подходят к окнам, выглядывают из окон, залазят на подоконники, ручками опираются на данную сетку и вываливаются из окна. 25 июня два маленьких ребенка выпали с балкона второго этажа в Старожилове. С травмами их доставили в больницу. А 21 июня полуторагодовала девочка выпала из окна Рязанской многоэтажки на улице Электрозаводская. Родителям повезло, что квартира располагалась на втором этаже. Но если дети и остаются живы, то полученные черепно-мозговые травмы могут привести к вожизненной инвалидности. Если ребенок у нас падает с высоты, как правило, первая травма – это черепно-мозговая. То есть это повреждение у нас костей черепа, перелом конечностей, перелом позвоночника может быть. Как правило, это требует достаточно длительного лечения в стационаре и имеет последствия для последующего здоровья ребенка. Часто падение с высоты случается у маленьких детей, то есть это, как правило, в возрасте до 5 лет. Поэтому вся будущая жизнь очень сильно определяется той травмой, которая получена вследствие падения. Ежегодно в России, выпав из окна, погибают около 600 детей. Такова статистика. Во всех случаях, как и сегодня, дети, пусть и на несколько минут, но оставались без присмотра взрослых. 26 июня во всем мире отмечали День борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом. Люди годами не знали, как спасаться от этой беды. Теперь выработана та программа реабилитации наркозависимых и алкозависимых, после которой они не только находят свое место в жизни, но и создают семьи, а также помогают другим справиться с этой проблемой. Улыбки на лицах, в глазах светлое будущее. А еще недавно эти люди находились в серьезной проблеме. В День борьбы с наркоманией мы посетили Центр помощи зависимым Андрея Борисова. Это человек, который сейчас является психологом, сотрудником научного центра наркологии, автором книги о лечении алкоголизма и наркомании под названием «Выжил, чтобы рассказать». А когда-то он сам прошел через трудный путь и теперь помогает другим найти себя в жизни, обрести семью и работу. Нравится отношение людей, поддержка, дух единства. Нравится, что также я могу быть кому-то полезной, когда у меня уже на сегодняшний день есть какой-то опыт, есть какие-то знания. И то, что ко мне кто-то более младший, не только по возрасту, а по срокам пребывания, обращается за помощью, я вижу, что я помогаю этому человеку, он заинтересован также в помощи моей. Киры в центре Андрея Борисова 4 месяца. Сейчас она не только работает над собой и помогает другим зависимым, но на досуге находит время для огорода, с радостью показывая урожай. «Первый этап длится 6 месяцев, и весь он проходит в реабилитационном центре. Это закрытый стационар, где проходят терапевтические группы, приезжают независимые специалисты, психологи, психиатры, если понадобятся. За этот этап человек получает полный курс информации о своем заболевании, узнает, как болезнь именно у него проявляется. Плюс к этому за это время он проходит определенное количество часов консультаций личных с психологом. После этого сдает определенный переходный экзамен на следующий этап. Если все успешно, то он переходит на второй этап. Называется он социальная адаптация или ресоциализация». На втором этапе бывшие зависимые переезжают в город, где учатся с новым мышлением входить в тот социум, который совершенно не изменился, и плавно проверять приобретенные навыки при поддержке наставников. Оба этапа направлены на работу над несколькими сферами человека – био, психо, социо и духовной. Поэтому большое внимание в центре уделяется спорту, адаптации в социуме и расширению мировоззрения. «Здесь мне нравится, мы постоянно занимаемся спортом, выходим на улицу, нас отпускают на речку, мы ходим в баню по выходным, смотрим кино. Раньше я не умел трезво развлекаться, как сейчас. А здесь я начинаю все это по-новому осознавать, ценить». Однако тем, кто еще не оказался в центре помощи Андрея Борисова, предстоит путь к пониманию своей проблемы. Иначе, говорят специалисты, выздоровление не начнется. «Мы как специалисты в этой области, конечно же, знаем, как уговорить пациента, больного, поехать на лечение. Знаем, какие инструменты можно пользоваться. Знаем, как рассказать родителям, чтобы они понимали, имели представление, что нужно сделать, чтобы замотивировать своего сына поехать на лечение». По статистике, люди, которые сумели преодолеть такую серьезную проблему, как алка или наркозависимость, занимают сильную позицию в обществе и с благодарностью вспоминают дни, проведенные в центре. Программа центра Андрея Борисова недавно была обновлена. И теперь в курортном поселке Солоча, на свежем воздухе в комфортабельном коттедже, к новой жизни здесь идут люди, которые преодолели себя. Центр помощи Андрея Борисова, 510727. Многие из рязанцев в этом году точно купались хотя бы один раз в день крещения в январе. А вот хватило ли горожанам мужества открыть летний купальный сезон, выяснял Валерий Седов. Главное, с чем ассоциируется лето, это отпуск. Жаркие страны, приятный ветерок и теплая вода. Но в этом году с погодой нам не повезло. Один только холодный ветер может напрочь отбить желание искупаться. Тем не менее, в Рязани уже подготовлено несколько пляжей. С 1 июня на озере Ореховое, на реке Старица, в микрорайоне Солоча, в районе Лысой горы и санатория Старица, на Барковских карьерах номер 1, 2 и 3 официально открыты 6 муниципальных пляжей. Все объекты прошли предварительное техническое свидетельствование. Правда, есть одно важное напоминание. Купаться на любом пляже при температуре воды плюс 14 градусов и менее запрещено. Сейчас на улице плюс 18 градусов, а на Ореховом озере висит черный флаг. Это означает, что купание категорически запрещено. Правда, желающих это не останавливает. Купаться на озере будет разрешено, то на флагштоке появится зеленый, белый или желтый флаг. Сейчас на пляже Орехового озера немноголюдно. Пока что это зона для прогулок, но почти все с большой тоской в глазах смотрят в сторону воды. И хоть синоптики обещают теплый июль, когда жители города уже начнут купаться, неизвестно. Июнь выдался на редкость противоречивым. Прекрасную солнечную погоду сменяют дожди, и вода не успевает прогреться. И хоть купальный сезон открыли уже давно, смельчаки, которые решили покорить эту воду, нашлись только сейчас. Правда, я пока к ним присоединиться не готов. И на этом у меня все. Новости вы также можете увидеть на нашем сайте. Мы прощаемся с вами до понедельника и желаем вам отличных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Телефон 99-2406 Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова